Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик Spinning After 3. Собственно говоря, третья, последняя, заключительная часть моего большого вояжа осенью 2021 года, это Чебоксарское захранилище, куда я приехал к своему другу Александру Багилкину. Привет! Если вы смотрели видео до этого начала сезона, мы с Сашкой очень неплохо отловились, скажем так, не на слоной Волге, а в разливах, затопленных речках и прочее, и прочее. И вот специально решили не жить на базе, а поставить палаточный лагерь и провести несколько дней в поисках рыбы. Найдем, не найдем, не знаю. По идее, должна быть, как раз сейчас вот середина октября, осенняя эмиграция Белия. По идее, быть должно. Как оно здесь на самом деле, пока не знаю. На самом деле, нам интересна не просто рыба, нам интересна мамки, именно хорошая крупная рыба, и ради них мы едем вот в затопленные речки с большим желанием все-таки найти не единично эту крупную рыбу. Ну, что получится, посмотрим. Ну, шансы есть, но как бы что будет, мы не знаем сами. Мы забрались туда, куда не каждый ПВХшник доходит. Ну, да, и надо понимать, что лето было не характерное, и вода еще до сих пор довольно теплая, то есть 9 градусов для середины октября, это, конечно, ненормально. Ну, посмотрим, что получится. Ладно, посмотрим. Поехали. Вот здесь приманки, это расходники, патроны. Забросьте приманки, потому что ты сделаешь, не сделаешь даже одной проводки. Я вот сделал 5, прежде чем у второго первого. Вот только просто чокнутые могут залезть на катере, на вот такие вот места. Сколько раз цеплялись за горяги винтом, я уже не знаю, уже достаточно сберется. Вот, а самое обидное, что рыбник льет, а место очень интересное, прям очень-очень. А на Волге сейчас привет. Волна, наверное, метра, ну, метр точно, может быть, и больше. Потому что мы спрятались специально же, посмотрев погоду. Да и как бы, чтобы не мешать паловцам тренироваться. Сюда-то они точно не пойдут. Но там сейчас жестко. Порывы до 10, вот сейчас были на озере, прям четко чувствовали вот эти порывы. А что творится на большой воде, даже представьте, боюсь. Небольшая килошечка. Небольшая килошечка. Я даже не кинусь, трой рот. Пусти рыбку. Полявочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Биле практически нету. А сюда ехали была, а? Куда-то она тоже. Давление, что ли, так давит? Что-то, блин, видимо, что-то с погодой. Потому что с другой стороны, вон, солнце проглянуло. Ну, вот сюда ехали, здесь бель стояла. Ну, стояла. В количестве. Ну, вот она есть, вот она пошла. Кстати, и коряга нормальная. Да и голубина тут у нас была. А, и рыба уже кончилась. Да? Ну, голубина здесь шестерка. Да, почти. Может быть. Сейчас посмотрим. Не-не-не, не в этом, правее иди, правее. Супил? Нет. Походу она... Да все же сошла. Я просто закрутил за корянку. Да, да, да. Нет, там еще. Ай, краса, вот она вышла. Вышла, вышла, вышла. Вышла, хорошенькая. Давай, сачок. Че стоишь-то? Ай, дай, дай, дай. Пила три с половиной. Ну да, где-то с половиной. На самом деле, это очень большая река, когда вот она ходит в корягу, и у нас появляется все равно, что ее надо достать оттуда. Но у нас получилось. Да, это не часто получается выдрать. А смотри, она прям, как это поводок туда задернуло в корягу. Просто хорошо вот щепку отщепила. Красава. Это вот вокруг щепки вот так было. То есть она два оборота вокруг щепки дала, блин. Ну да. Да. Вобер проигрывает просто со свистом. Чувствую, плюну я сейчас скоро и поставлю джейк. Активная выскочила. Просто захотелось есть. Сань, ну что, поклевки не частые, рыба мелкая. Может на большую выскочить? По крайней мере, поближе к ней уйдем. Ну давай сейчас пойдем в ту сторону. Если не найдем ничего интересного, вообще на большую воду пойдем. Да? Да. Погода у нас прям шепчет. Замена на пись. На самом деле мы приехали-то сюда не вчера. Потому что у нас два дня была погодка классная. Ветер примерно 15 метров в секунду. Поэтому, естественно, никуда бы вылезти не могли. Сидели в лагере и ждали у моря погоды. Вот дождались. Дует. Но неужели не сильно. Холодно. Утром, наверное, градусов было 3. А то и меньше. Вот. Ну, у нас в палатке как бы лагерь нормальный. И генераторы, и все дела дорогие. В общем, мы-то не страдаем. Вообще, как бы все, скоро зима. Очень скоро. Аниматора разодрали в хлам. Такая приятная, красивая. Она, кстати, коцаная кем-то. Кто-то пытался ее прогнать. Ну, размер-то пока оставляет сильный. Смотри, она вся пьет. И что-то у нее. Все плохо. По крайней мере, вот идем по руслу реки, где начали сезону ловили очень хорошо. Но щуки просто нет. Не то, что она не клеет, еще что-то ее нет. Сейчас прибиваем еще два места и уходим в луга. А пробуем в лугах что-то посмотреть. Там есть озеро затутанное, еще там всякие места. Ну, а дальше будем смотреть. Потому что очень не хочется завершить свой сезон, скажем так, полным, почти нулем практически. Да, Саня? Да. Прибиваем эту точку. Прибиваем еще две, и все, и хорош. Может, действительно она не в речке, может, она в миляках. Мы не дойдем до миляков. Нам просто осадки не хватит. Ну, там, по крайней мере, где полтора-два метра есть, мы спокойно дойдем. Там, да. Там дойдем. Ну, там упалуем. Ты встать не хочешь, да? Мы пролетаем уже точку. Еще не пролетаем. Самое обидное, бель-то есть. Вот оно. В чем бель много, щуки нет. Коротенький-коротенький забросик четко в точку. Ну, а потом можно уже покидать вокруг береговую линию и прочее-прочее. Но что-то пока успеха нет. У Сашки одна с резкой и все. У Сашки одна с цепляйки. Естественно, а все это естественно не с цепляйки. У Сашки он. Он свой либо пролон, либо а все это. Либо а все это. Поролон лучше проходит. Ну, вот Керек на все здесь показал максимально хороший результат у меня. Потому что хвост достаточно мягкий, он играет. А здесь же система такая, что мы, в принципе, подаем внутрь коряги. И поэтому на небольшой скорости приманка должна как-то играть. Ну, это все теория. Весенний. Ну, как не весенний, а летний, начало сезона. Сейчас что-то ничего не помогает. А знаешь, что здесь не хватает? Какой-нибудь повешеный на этом дереве. И прям такая безысходная. Осень. Ну, короче, как вы уже увидели, на большой Волге тоже оказалось не очень. Разговаривали с людьми, как бы, клево. Нет. Все ждут. Ну, вот. Мы уже ждать не будем. Нет уж. В общем, погоду закручивает так, что уже даже и желания никакого ждать не остается. Дождик со снегом. Ветерочек. Пока еще легенький. Скоро задует нормальный. И около минус. Да. Уже почти минус практически. Соответственно, на этой пессимистической ноте мы, в принципе, заканчиваем. Ну, закончись. Но с водоемом не прощаемся. Нет. С водоемом не прощаемся. Это любимая чебоксарка. Все. Всем пока. Пока. Увидимся на воде. Субтитры создавал DimaTorzok